30 вопросов повестки, ставшие уже традиционно многочасовое обсуждение. Таков промежуточный итог очередного 57-го заседания Саратовской областной думы. В среду оно так и не смогло завершиться. Объявлен перерыв. В эпоху пандемии на первое место выходит тема медицины. Сегодня депутаты проголосовали за изменения в бюджет территориального фонда медстрахования. Его доходы и расходы увеличили почти на полмиллиарда рублей. Но все же большинство вопросов не о деньгах, а о медицинских услугах и наличии лекарств. Протоколом лечения коронавирусной инфекции предлагается томограмма легких. Но больные, понимая, что в государственных учреждениях сделать данный вид обследования крайне сложно, делают этот вид обследования за собственный счет в коммерческих клиниках. Как это коррелируется с программой госгарантии, той или иной части, которую вы непосредственно представляете с точки зрения обязательного медицинского страхования? Что касается компьютерной томографии, в системе ОМС ее оказывают 15 медицинских организаций. Если говорить по объемам медицинской помощи, надо бы планировать 26 тысяч исследований. Вот за прошедшее время пока сделано порядка 5,5 тысяч исследований. Я так полагаю, что это коммерческие КТ, это не государственные, или это государственные, где пациент может прийти, бесплатно сделать эту услугу, получить. Просто у меня много знакомых, и они все мне в один голос говорят, что государственных у нас КТ сделать бесплатно невозможно. У нас это только платная услуга. И со всех поликлиник отправляют только в платную. Об этом мы и говорили, что нам развивать базу, мы теряем базу поликлиник, и о тех преобразованиях, которые министерство здравоохранения озвучило. Потому что в мелкие поликлиники действительно не поставишь эти аппараты. КТ платный, причем выросший в разы, тоже никто это не контролирует. Там были едва ли три, сейчас пять с лишним тысяч были. И тут надо очередь огромную выстоять. Вам не кажется, что не срабатывает ваша система? И самое главное, я правильно понял, что запланировало 26 тысяч КТ, а сделали пять с половиной. Вы даже плановые не выполнили в пять раз. Вы же понимаете, что в данном случае речь идет об объемах медицинской помощи. Именно в этой ситуации в последний месяц, условно говоря. До этого я же приводил вам цифры. И не было никаких, в общем-то, критических таких ситуаций. Это по 500, по 600 делали КТ, и не было вопросов. Сейчас три раза это возросло. Тем не менее, поток пациентов вот такой пиковый, будем говорить. Да, сейчас он действительно существует. И, наверное, трудно найти систему, которая может вот в такой ситуации одновременно со всеми справиться. Это раз. Во-вторых, КТ все-таки не делается по желанию граждан, а делается по назначению врача. Поэтому так просто, вот как сейчас происходит, гражданин ищет, куда пойти сделать КТ, ну, это вопрос. Где людям можно сделать бесплатное КТ? В поликлиниках врачи отправляют терапевты в платные. Бесплатные они не выписывают. Даже рекомендуют, но не в бесплатные. Проще всего, наверное, сейчас будет сделать это Клиник Саванка, Клиник Парамонова. Я еще раз объясняю, вы, наверное, не поняли, или я просто не совсем точно высказал. Это речь о КТ, которая делается в системе ОМС бесплатно. Сергей Николаевич, ну вы, ну, или лукаете, или не в курсе, что лекарства на обеспечении у нас все-то в порядке. Вот вчера мой знакомый позвонил, я записал в ЦЕФ-3АКСОН. Это один из самых распространенных препаратов от коронавируса. Вводится инъекционная уже на стадии выздоровления. Вы можете зарегистрироваться на любой сайт аптек, да? Это же очень легко делать за две минуты. Нет в Саратовской области такого препарата. Ни в одной аптеке. Вчера у нас еще было два пузыречка, их заправили. Да, вы знаете, пока сейчас выступали коллеги, я позвонил со мной, в Фарамонова. Не дозвонился, потому что большая очередь. В результате был вынужден врачам, врачам позвонить, с кем есть контакты. Они говорят, что очередь, если назначат врач-специалист, только на 24 декабря. Для меня для фактов использовалась непонятная. Еще в мае месяце наш ледер-герон поступал в Северской думе и говорил о том, что дьявол не будет хватать рекордов, без тех, что с 1 июля начинается маркировка товаров. И маркировка рекордов. И Россия к этому была просто не готова. Поэтому меня удивляет, почему мы говорили все, власть, с экрана слушали о том, что нас ждет вторая волнация, но мы к ней не подготовились вообще. То, что сегодня происходит, практически это вымирание нации. Ведь люди, которые, особенно у кого малый достаток, они не в состоянии не приобрести, если они ищут, у них не тяжелая форма, например, распорения людьми. Они не в состоянии приобрести эти рекорды. А даже те, кто собирают эти копейки, ну это как тип выступления, я вообще не наступаю. Можем не продвинуть. Включите, пожалуйста, на канал. А те, кто, значит, если собрать такие копейки, как сказал Васильевич, они вступить не могут. Это действительно так. Просто приемные. Телефон простнеет от этого. Ну да, есть возможности. Те, кто обращается, берем его к покупаемым и помогаем им делать анализ, и все. Я имею в виду бизнес, кто социально ответственен. Мы этим занимаемся, нас к этому производят общение надо. Потому что мы люди и понимаем, что происходит. Но у меня интересует государство. Где оно? Почему, зная об этом, у нас нет, недополнительно не были публикованные товары. Почему на это дополнительно не были выделены деньги ко второй дороге? Столь же бурно обсуждали и бюджет региона на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Проект главного финансового документа решено принять к рассмотрению. Неоднократно в своих выступлениях вы говорили о том, что бюджет 2021 года сохранит социальную направленность. И мы понимаем, что расходы на социальную сферу бюджета в области, за ними стоят люди конкретные. Наши люди, наши избиратели. И вот если сравнивать бюджет 2020 года и проект на 2021 год, все-таки расходы на социальную сферу оставить в том же объеме были увеличены, или их с учетом общей ситуации пришлось снижать? Спасибо. Я поясню, как я говорил, что у нас бюджет социально ориентированный, и порядка 68% будет направлен на социальную сферу. При этом я поясню, что социальные расходы, они будут уже в бюджете предусмотрены, ну, во-первых, пока федеральных средств нет, и они предусмотрены с ростом на 1,8 млрд. рублей, либо на 3,1%. Социальные выплаты, как я также говорил, то есть они предусмотрены, индексация социальной выплаты на уровне инфляции 3,6%. Кроме того, у нас предусмотрены средства на увеличение в рот, и также ожидаем повышение поступления федеральных средств. Вот ожидаемое поступление федеральных средств, наказание социальной помощи на выплаты населения составит порядка 12,2 млрд. Это рост к этому году, 2,3%. За последние несколько лет мы наблюдаем отток и закрытие предприятий нашего региона. Скажите, пожалуйста, какой объем у нас на сегодняшний момент убыл по налогам и сборам, и прогноз на ближайшее время по недоимке, связанной с налогом, с точки зрения закрытия и ухода предприятий в другие регионы. Мы с вами видим на СМИ, у нас и клеммокомбинат сокращает, и фабрика, значит, компэшн, тоже порядка 600 человек сокращает. Все предприятия по сути закрываются. Какие потери у нас будут? Итогом этого года у нас ожидаемые выпадающие доходы консолидированы в области порядка 10 млрд. рублей, из которых где-то порядка 8,6% это областной бюджет и 14% местные бюджеты выпадающие. В основном выпадают доходы по налогу на прибыль. По следующему году мы видим, все-таки, и ставим перед собой главную задачу, это восстановление экономической активности бизнеса на территории нашего региона. Вы сказали о том, что действуются росписи по федеральным деньгам. Когда все-таки мы ожидаем информацию? Потому что в ноябре уже начнется согласительная комиссия. И хотелось бы в период согласительной комиссии уже понимать все-таки, какие деньги федерации придут к нам. По федеральным средствам, задача, поставленные федеральными средствами, информировав, что до 1 декабря все федеральные средства должны быть доведены. Между тем, домская оппозиция сомневается, что региону стоит рассчитывать на щедрую поддержку федерального центра. Вдумайтесь, пандемия! Мы ждем, что нам поставят аппараты КТ. Мы ждем, что запланировали открытие больниц. Вот вам, регионалы. А вы ждете средства. Вы карманы растопырили. Мы ждем, мы с вами медицину все порезали. Поэтому ждем, вы нам поможете. Фигушки вам, не поможет вам федеральный бюджет. Когда нас пытаются убедить в том, что бюджет 21-го года социально ориентированный, то есть складывается ощущение, что он только на бумаге социально ориентированный. Вот, если мы говорим о спорте, есть программа строительства бассейнов. 50 бассейнов по всей территории Саратовской области хотелось бы построить. Но что мы видим на самом деле? При разговоре с главными они бегут как черт от Лавина, отказываются и отмахиваются, и отмахиваются от этих бассейнов, потому что в бюджетах дырки. И не знают они, как содержать эти бассейны. И не знают они, как содержать свою инфраструктуру, которая у них сегодня уже есть. Света на улицах, его нету, все. Это вы по городу ходите и видите. А все, у них его нету. И люди каждый раз приезжают, говорят, хоть лучик света мы в этом темном царстве увидите. Айбре, денег нет, бюджетов пустые. Когда говорят о социально ориентированном бизнесе, как-то он крайне странно социально ориентирован. Пытаясь выдавить последний с предпринимателями, мы видим гигантский отток и закрытие бизнеса. И когда говорят о налогах, то откуда и взяться-то налогов? Мы можем только рассчитывать на федеральный бюджет, который, в общем-то, тоже достаточно худой или прохудившийся. В 2021 год для всех регионов России это будет очень трудный, тяжелый год. Мы должны с вами это понимать. Ну, наверное, я как никто другой из многих, я занимаюсь бизнесом, я вижу, что происходит, и реально понимаю, что такие налоги мы не соберем. Даже если мы их увеличим. Если мы их увеличим, мы потеряем предприятие. Положение очень серьезное. И над депутатом, вот сейчас, нужно не ругаться между собой, а объединяться для того, чтобы мы могли сегодня выходить уже со своими программами о том, каким должен быть бюджет к нашим депутатам Госдумы. Мы должны вообще им тоже дать понять о том, что тот бюджет, который сегодня планируется принимать на уровне федерации, его принимать нельзя. Потому что этот бюджет для регионов, он депутатный. По-другому просто нельзя. Сейчас обсуждать бюджет, который только внесен в проект, который еще не доведены, ну, наверное, с трибуны это просто голословно, и понятно, что коллеги это делают для записи, но это их форма работы, мы не обсуждаем, все все видят, все все знают. Но быть односторонними, однобоком высказываться о тех федеральных бюджетах, нормах, которые уже принимаются, считаю несправедливым. Сейчас здравоохранение Российской Федерации по сравнению с 2020 годом увеличивается на 6%. С 1,68 млрд до 1,129 млрд. Социальные выплаты с 5,152 млрд до 5,594 млрд практически на 5%. Молодежная политика, которую коллега с ЛДПР курирует в регионе, на федеральном уровне увеличивается на 10,4%. Это говорится о чем? А мы сейчас перечим о бюджете, который только внесен, который мы даже еще не обсуждали никакой цифры, но вот сейчас уже есть увеличение. Но если у них же понижение, я здесь не спорю с ними. Вопрос-то сложный, но его нужно обсуждать и нужно решать, а не просто так кричать, содрогаться и кричать, что давайте не принимать этот бюджет. Сегодня же депутаты поставили точку в вопросе о предоставлении Минструю санкций на изменение градостроительных нормативов в части этажности по четырем локациям. Речь шла о двух территориях в Саратове, в Солнечном двое на Большой Затонской, поселках Дубки и Соколовой, а также в Энгельсе. Крупный инвестпроект в Покровске, как и на заседаниях рабочих групп и профильного комитета, снова вызвал ожесточенные споры. Предлагается не милучить этажность на территории застройки в городе Энгельс с отсутствием принимания, за счет каких средств в рамках такой программы будет осуществляться строительство школы. Может получить штатки, но квартирные дома будут построены, а федеральная программа против не удастся. Собственных средств у региона иммунициплицент на это нет. Непонятен источник финансирования. А дальше вы что речи говорите о том, что возможно мы не сможем войти в федеральную программу. То есть вы в своей речи, по сути, противоречите сами следы. Сначала вы якобы не знаете источник, а потом вы его обозначаете как федеральный бюджет, но сомневаетесь, что вы можете войти. Мне кажется, это нелогично как минимум. По инвесту у нас имеется проект формировки территории, рассчитанного на 25 этажей. И если цитируют вас по поводу социальной сферы, о которой вы до этого проговаривали, у нас там нет ни детских подсчеток, ни строительных городков, и мы также там не имеем социальную сферу, которая будет построена. Застройщик, который просил увеличить этажность, четко говорил о том, что в своем новом проекте, как называемый, он предполагает, предоставить все, что вы перечислили сейчас. Землю, проект, коммуникации, техническое подведение и экспертизу даже, которую вы сейчас не перечислили. То есть все то, что вы сейчас сказали, что этого не существует, в рамках рабочей группы обсуждалось, и подрядчик готов был все это предоставить, изложить на бумаге. Какое отношение имеет увеличение этажности без увеличения количества квартир к отсутствию понимания, за счет каких средств будет строиться школа? Вы запрещаете изменять параметры допустимой этажности. Какая связь? Один крокодил зеленый, другой на север, да, летят? Мы не рекомендуем увеличить этажность, если касается застройки в городе Демокси, по причине того, что там есть школа номер один, которая имеет проектную мощность 300 человек, сейчас там у нас обучается порядка двух человек, двух тысяч учащихся. И в рамках какой программы будет обеспечена сфера этого комплексных застройок? Мы также не услышали ответы застройщиками от администрации, от администрации образования. Сейчас мы построим не 10, не 15, ну там, этажей, а 9. У нас на эту школу нагрузка все равно увеличится. Все равно она не справится. Нам все равно строить школу, правильно я понимаю? То есть, поэтому, какая разница? Мы сейчас рассматриваем не вопрос в соцсфере, но разрешение на повышение этажности. Количество жителей останется тоже. Вот вы мне поясните, пожалуйста, почему он так считает, что с изменением количества этажей изменится количество жителей. Нового проекта планировки, это 10 этажей нет, поэтому сейчас отвечает на ваш вопрос, сколько будет 20 лет, в случае отказа, на повышение этажности. Но я считаю, что это не представляется, возможно, у нас нет нового проекта планировки. Когда нам и застройщик, и проектировщик сообщил, и главные представители самой администрации говорят, что не будет увеличения числа проживающих, вы в этих вопросах не верим. Вы говорите, нет проекта планировки, как будет проект планировки, когда вы его не позволяете это сделать. Второе, когда вы проект планировки требуете на 10-5 этажа застройки, вы этот проект не обязаны вам вообще предоставлять, потому что вы будете строить, независимо от того, он будет строить, дадите вам разрешение или нет. Потому что он не спросит вашего разрешения. А при увеличении этажности он заявил, что квартир сохранится тоже, потому что он оставит территорию под школу как раз-таки. Неужто вы этого не слышали? Именно благодаря увеличению этажности и школы, и он заявил, что проплачен проект и экспертиза, вы не слышали этого? Не кричите, пожалуйста. Понимаете, как вы сейчас задаете один и тот же вопрос, только немножко в разных конфигурациях. Застройщик предложил увеличить этажность для того, чтобы количество зеленых зон увеличить в три раза. Чтобы в границах своей территории выделить землю на строительство школы, чтобы на территории этого микрорайона появился ФОК, чтобы построить на территории две поликлиники, детскую и взрослую передачу, безвозмездно, то есть бесплатно, в городу. Но что мы слышим? Нам говорят о том, что там непонятный источник финансирования. На рабочих группах присутствовал представитель Министерства образования, которые сказали о том, что таких уникальных проектов, которые в себя вбирают и наличие земли, и готовые проекты, и экспертизы, и коммуникации, в Саратовской области больше нет. Поэтому они сделают все для того, чтобы в ближайший год-два на федеральном уровне получить финансирование. Нас упорно ведут к тому, чтобы мы разорили последние строительные компании. Вот сейчас остались крохи в строительной индустрии. А это самое большое количество рабочих мест в строительной индустрии. Нет, давайте мы это все порушим. Беда в том, что большинство решений принимают люди некомпетентные, далекие, непрофессиональные в этой отрасли, но настаивают, или горлом берут, или еще что, но настаивают, продавливают эти решения. У нас, если по Энгельсу, у нас вопросов к энгельскому застройщику вообще нет. Он молодец, и молодец, и супер, и то, что он делает, это очень хорошо. У нас есть вопрос вообще, как прошло вот это вот соглашение, вот этот аукцион, так, что даже не задумывалась администрация, чтобы там была школа. В итоге думское большинство проект в Энгельсе зарубило, как и проекты Большой Затонской. А вот возведение высоток в Солнечном-2 депутаты согласовали.